Зачем Израилю как-то влиять на политику России? Это глупость. Такие вопросы, они глупые. Ну, объясните мне, я не понимаю этого. Телевидение все наше, и Израиль весь за нас. Почему же у России слезы катятся из глаз? Это мое ранее, лет 30 назад. 2006 год, альбом. Веселись, Русь. Написано раньше было. Юр, мы единый мир на сегодняшний момент, где религии, выходит на новый план новая религия. Это цифра, да? Люцифер. И это понятие, оно вытесняет. То есть мертвое пробует родить живое. Мертвое никогда не рождает живое. А какая связь между тем, что государство Израиль хочет влиять на государство? Самое цифровое государство, которое считает больше всего деньги и живет по понятиям золотого тельца, это Израиль. Самое цифровое государство, это вопрос. Нет, я говорю так, как есть. А то, что и Китай сейчас вошел в эту как бы платформу, ну, бог с ним. Хорошо, про Израиль чуть-чуть позже поговорим. Вы как-то сказали, Вадим, людям надо читать Ильина и план Даллеса. Это обязательно, конечно. Да, давайте по порядку. Где прочитать план Даллеса? Ну, везде в интернете есть. План Даллеса – это фейк. Ну, хорошо. Я тоже читала про это. Его не существует. Ну что, программа-то... Юр, вот можно говорить, существовало оно, не существовало, а идет по плану Даллеса. Ну, название Даллеса. Нет, еще раз звоним. Плана никогда не было опубликовано, никаких источников, кроме русскоязычных, про план Даллеса не появлялось. Я же ответил. Я говорю, ну, все идет по этому плану. Можно говорить нет. Давай я скажу нет. Ну, я говорю, читайте в интернете, там все идет по этому. Я прочитала. Да, это фейк. То есть, предположим, вы прочитали фейк, но от этого ничего не изменилось. План-то есть, его кто-то написал. Ну, если считать, что цель плана Даллеса – это, которого не существует, и вот здесь появится ссылка на подробный разбор того, что его нет. Да нет, да ради бога. Это подробный разбор в Библии есть. Ты не слышишь меня, а я тебе говорю. Предположим, это фейк. Но я говорю, все равно читайте. Потому что там все идет по этому плану.